МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сбиться со счета. Вы знаете, уважаемые зрители, сколько раз за последнее время мы обсуждали в эфирах тему новых технологий, пугающего всех искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей, разные чаты, GPT и так далее. Много разных терминов сейчас. И того, как легко нас с помощью этих технологий сейчас могут обмануть. Но тут, когда мы говорим об обмане с помощью новых технологий, тут хотя бы в оправдании простого человека можно сказать, что он действительно не успевает за стремительным прогрессом, за стремительным развитием событий, не успевает совсем разобраться. А вот что можно сказать в оправдании этого самого простого человека, если он сам добровольно отдает деньги, причем большие деньги, людям, которые используют приемы, скажем так, которые стары как мир. Идут к разным ясновидящим, хиромантам, торологам, разным прочим деятелям, которые обещают им решить проблему, снять порчу, пролить свет на ситуацию или как-то там еще посодействовать в решении их проблем, вопросов. Не так давно, например, может быть, вы слышали об этой истории, в столице полиция задержала ясновидящую. Так у человека, если, ну, ясновидящую, в смысле, у этого человека, видимо, так, в трудовой книжке записано, если она у нее есть, или, может быть, на визитной карточке точно. Она получила от москвички 67 миллионов рублей. 67 миллионов рублей, друзья, да, вы не ослышались. Вот именно столько она от нее получила. Причем вот эта москвичка, которая эти деньги отдала свои, нажитые непосильным трудом, она почуяла неладное, только, так скажем, ближе уже к 67 миллиону. На 66-м она еще, собственно, у нее никакой тревоги не было. Отдавала, расставалась. Ну, так вот, вы знаете, тут-то хочется спросить, что и с кем здесь не так. Уважаемые зрители, подключайтесь к этому разговору, а я этот вопрос адресую Александру Михайловичу Федоровичу. Здравствуйте, Александр Михайлович. Вы психотерапевт? Верно. Вы нам и объясните. Как же так-то? Ну, давайте так, может быть, это не совсем с точки зрения психотерапевтической, может быть, с точки зрения психологии и социологии вопрос имеет смысл, да, начать как-то обсуждать. Речь ведь идет о чем? О том, что человеку очень важно избежать такой простой вещи, как тревога. Тревоги и страхи – это такие мощные стимулы, которые двигают человека по жизни, заставляют его, в буквальном смысле этого слова, заставляют его предпринимать определенные шаги, определенные действия и так далее. И вот чем эта тревога выше, чем этих страхов больше, чем уверенности в завтрашнем дне меньше, чем социальные дискурсы более острые, более злобны по отношению к человеку, чем человеку сложнее вообще в принципе представить, как жить дальше и так далее, тем, соответственно, шире ворота, шире пространства для продвижения всех потусторонних механизмов. Тем толще ясновидящие, я так понимаю, да, тарологи и хироманты. Вы знаете, вот насчет тарологов я бы сделал отдельную вставку, потому что на сегодняшний день эти карты, они вообще-то по науке называются ассоциативными, вот. Они стали такой притчевоязыцах и, собственно, используются на сегодняшний день людьми малограмотными с целью гадания. Хотя, в принципе, они к картам имеют отношение только постольку, поскольку они выглядят в форме карточек. А на самом деле они к гаданиям не имеют абсолютно никаких отношений. А между прочим, Александр Михайлович, я видела, как некоторые дипломированные психологи, вот эти вот ассоциативные, как вы сказали, карты. Абсолютно верно. Я сейчас вам поясню. Сеанс с использованием ассоциативных карт. Да, только это не гадание, а это терапевтическая техника. Она работает. То есть это не разводка какая-то, прошу прощения. Это серьезный прием такой, да? Давайте внесем ясность. Значит, если этим пользуется официальный дипломированный специалист, психолог или психотерапевт, то это, да, это техника, которая ориентирована на глубинные тектонические всякие вот психоаналитические механизмы и так далее. Если эта колода, с позволения сказать, находится в руках мошенника, то тогда она может выполнять абсолютно любую роль. Вот. И тогда, конечно, она становится механизмом буквального надувательства человека. Ну, то есть гадания. И, в принципе, уже ничем не отличается от кофейной гущи, там, вращающегося шара хрустального и, там, не знаю, сженых спичек и так далее. Давайте запустим небольшой смс-опрос, такое голосование для наших зрителей. Просто вот, друзья, анонимный абсолютно опрос, ни к чему не обязывающий. Проголосуйте, пожалуйста. Вы обращались когда-нибудь к магам, гадалкам или экстрасенсам? Ну, вы понимаете, да? Вот к советам таких специальных людей, назовем их так. Ваши ответы да или нет, присылайте на короткий номер нашего смс-портала, а мы потом в конце нашей беседы подведем итоги. Александр Михайлович, ну, вот вы говорите, что, мне кажется, вот у этих людей даже, вот я перечисляю их, там, маги, торологи, как там я еще сказала, гадалки, экстрасенсы, хироманты и все прочее. У них даже, ну, названия какие-то такие, знаете, мне кажется, человек более-менее образованный, он как-то вот насторожится. Вот в чем таинственнее это звучит? К терапевту можно, а вот к торологу? Ну, понимаете, вот есть же такая идея, что люди, которые идут к психотерапевту, к психиатру, там, условно, к клиническому психологу и так далее, это люди, у которых есть проблемы. Проблемы, в первую очередь, с их психическим состоянием, психологическим климатом внутри и там, снаружи, вокруг этих людей и так далее. А вот все вот это вот эзотерическое, это что-то такое, что позволяет человеку быть, ну, в этой части не вне критики, да, ну, потому что вот интересно же, это как в песне, люди же желают знать, да, что будет. И тогда это позиционируется как нормально. То есть, когда ты идешь к психологу, ты ненормальный. Подождите, Александр Михайлович, а как это вне критики? Мне кажется, что доброй половине из этих людей, которые сейчас голосуют, так-то, в принципе, неанонимно, как-то неловко признаться, что они ходили к торологу или хироманту. Ну, не думаю, но это же есть даже мода. Голосуйте, голосуйте, друзья, у нас анонимно все, мы никого не обсудим. Ну да, это если бы мы сказали, проголосуйте за психологов, тут, конечно, анонимность была бы необходима. А здесь, мне кажется, это значение особо не имеет. Я уверен, я уверен, что это настолько популярно, это настолько распространено, это внедряется в наше сознание с подросткового периода, где девочки, значит, там, какие-то дневнички, какие-то секретики, что-то вот такое, ночь в руку, там, сон и так далее, что-то вот веночки, которые плывут там как-то по реке. Подождите, это не девочки, это наши народные традиции. Это спорно, традиции ли, и насколько они... Или по святке, вот это вот башмачок бросало. И тогда получается, что нет противоречия. Нет противоречия, потому что это относится к приемлемым, даже социоодобряемым, калятки какие-то, что-то еще. Это вызывает у нас улыбку, и не то, что сопротивление, а мы как-то к этому относимся даже вот, ну и давайте двигать, двигать. И вот именно этот механизм, он как раз и обыгрывается вот в этих гаданиях, потому что это становится предметом заработка для определенной группы тружеников, которые на самом деле даже могут быть сертифицированы. Давайте посмотрим небольшой опрос, который наши корреспонденты провели в нескольких городах. Спрашивали, собственно, то же самое, что мы спрашиваем в голосовании, в СМС-голосовании. Обращались ли люди к магам, гадалкам, экстрасенсам? Давайте посмотрим, как люди объясняли, какие ответы они давали. Обращалась. Ну, общие фразы. Сказали мне, да и все. А деньги я заплатила. Что толкнуло? Ну, наверное, все-таки проблемы. Бытовые проблемы. Домашние, бытовые проблемы. Хотелось узнать, как будет с детьми, как получится. Там свои некоторые вопросы порешать. Но я знаю, что 99% ходят. Вот знаю по своей работе, по своим знакомым, что ходят. Девочка одна вот ходит, и она ей прямо все рассказывает. Помогает. Но я не хожу, боюсь. Вот если бы я заболела бы, например, в футболе, то пошла бы. Ну, уже как-то так. Для успокоения. А так нет. В молодости ходила лет 15, когда была, со всеми девчонками какой-то старушке ходили. Ничего не сбылось. На экзамен какой билет мне попадется по математике, я у нее спросила. Она мне сказала какой-то номер. И вообще даже близко ничего не подошло. Общие понятия какие-то, может быть, дадут, но ничего такого конкретного точно нет. Какие-то общие моменты, конечно, там условно, я не знаю, какой-нибудь успех на работе, или какая-нибудь там сложность в отношениях. Ну, то есть общие понятия, которые, конечно же, сбываются. Ой, когда-то давным-давно ходила, верила в это. Но потом был такой случай, что встретилась именно с режиссерами другой программы. Мне сказали, что это все шоу, что все подготавливаемся заранее, делаем. Ну, цыганщина какая-то. Ни астрологи, ни экстрасенсы правду не говорят. Это из пальца высосано. Я это не обращался и другим не советую. Астрология, хиромантия, ну, я не понимаю, но это какое-то безумие. Конечно, постоянно. К астрологам обращаюсь частично. Понимаете, каждый человек на самом деле мах. Просто человек должен раскрыть в себе эту способность. Интеллект занимается. Причем с большим успехом. Вот вы взяли и напугали меня просто на исходе этого нашего опроса. Пока мы смотрели, да, Александр Михайлович сказал, что вы знаете, что сейчас этим занимается искусственный интеллект. И стало как-то не легче совсем. Вы говорили про механизмы тревоги, что человеку нужно как-то успокаивать себя, найти, да. Вы знаете, вот четко коррелирует ситуация между тем, как экономика, быт, социум. Если все нормально, ровно, спокойно, никаких астрологов, никаких экстрасенсов, за исключением, как наши зрители сказали, ну да, там в 13-15 лет можно сходить, вот какие-то там вопросики позадавать. Даже это скорее больше похоже на игру. Но как только ситуация меняется, как только социальная схема и вот эта вот гражданская ситуация начинает проседать, мы ментально, а не как вот чертополох. То есть вы хотите сказать, что в 70-е их застойные прибрежные не было, да? Прекрасный вопрос. Были, 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 были. Причем, знаете, что интересно, это ведь проповедуется на уровне государства. Это ведь социологические уже, по сути дела, показатели, понимаете? Когда вы говорите, что в такие времена больше, в такие меньше. Стало быть, кто-то замеры должен проводить. Они элементарные. Открываешь газету с объявлениями, понимаешь, железные двери, тараканы и экстрасенсы. Вот. Тут ведь какой механизм? Ведь это продвигается на самом высоком уровне, причем через средства массовой информации. Например, при Сталине был вот один там медиум, да, такой вот прям чудесный, который, так сказать, вот мог там всех. При Брежневе была там Джуна, вот, которая тоже где-то там... Можете сказать, да, из 90-х что-то такое, да, Джуна? Совершенно верно, которая, значит, в генеральском мундире, вот, перебивала лавры Мессинга и так далее. То есть вот это вот само по себе насаждение через сериалы, через какие-то вот романы такие бульварные, ведь это же эксплуатируется вера человека в печатное слово. Вот. Ну и, конечно, если при людях, которые, так сказать, вот в главе государства стоят, есть что-то вот такое вот чудоделие, оно ведь есть и сейчас. И сейчас это тоже есть, только это теперь не отдельные люди, а целая организация, вот называть которую, да, я не могу по понятным причинам. Да, давайте не будем называть, мы потом просто газету эту покажем, потому что раньше были газеты, да, теперь это называется интернет. Но прежде давайте пообщаемся с нашими зрителями. У нас вот Валентина, был звонок, сорвался. Валентина, позвоните, нам тоже будет с вами интересно. Еще раз наберите, будет интересно с вами пообщаться. А пока Галина из Москвы. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Обращались когда-нибудь к вот таким специальным людям? Маги, экстрасенсы, не знаю, там, астрологи, что-нибудь такое? Обращалась, когда была молодая, обращалась к бабульке, ничего не получилось. А потом... А что хотели? А что хотели? Простите, простите, что хотели, еще не получилось? Приворот какой-нибудь или что? Да, ну, конечно, чтобы поближе муж был не уходил. А, так. Вот. А лет семь тому назад, наверное, обратилась, вот, я говорила, там, сказали, не надо говорить. Та, которая была вот в экстрасенсах, в передачах. Вот. Приезжала к ней, деньги отдавала. Она мне что-то там говорила. Но опять деньги, надо туда, надо сюда, надо в церкви. Ну, в общем, многое она чего говорила. Деньги отдала, ничего не помогло. Но, опять, как у кого-то я ходила, она мне молитву написала, за что я благодарна. Я ей пользуюсь и до сих пор. Вот и все. Спасибо, Галина, поделились своим опытом. Александр Михайлович, вот как, ну, вот Галина говорит, что ей не помогло, да? Ну, а как же молитва-то чудодейственная? Не попадание, да. Ну, а как вы объясните, что вот люди ходят, я не знаю, помогает, не помогает, но вот им там что-то предсказывает, прошлое там рассматривает, будущее как-то. И вот у них все совпадает. И люди вот будут вам с пеной у рта доказывать, что, ну, он же сказал, и вот оно же так и есть. Это называется магическим мышлением, по крайней мере, в психиатрии. Это так, когда у человека немножечко нарушены когнитивные механизмы, вот, и есть большое желание выдавать желаемое за действительное, то тогда, в принципе, так и есть. Ну, наши же зрители грамотные очень люди, и они говорят, ну, да, произносят общие фразы, это во-первых. Во-вторых, если человек пришел вот в такую структуру, уже понятно, что он пришел с проблемами. Если это девушка, женщина, это значит проблемы в личной жизни, пьющий, там, гулящий, и какой-то муж. Если это мужчина, тоже понятно, это проблемы в бизнесе, там, еще что-то. То есть есть такие очевидные совершенно механизмы, вот, а все остальное, ну, оно действительно стереотипно. Наша жизнь не настолько чудна и разнообразна, как нам хотелось бы, вот, чтобы мы удивительным образом могли как-то эти вопросы дифференцировать. Тем более, что эти самые маги, экстрасенсы и прочее, зачастую это люди с психологическим образованием, которые способны производить впечатление, как-то включать человека в этот процесс. А как вы это делаете, кстати, Олег Владимирович? Который, я вас загипнотизировал? Нет, как вот это, вы внушаете уверенность, как это вы, вас как-то учат на ваших факультетах? Ну, обязательно, конечно, есть определенные техники. Мы-то харизмой берем, а вы чем? А мы-то чем хуже. Нет, ну, если этого можно научиться, поделитесь знанием своим. Ну, опять же, вот что значит научиться? Ведь в любой профессии, в любой профессии есть отбор. Понимаете, то есть люди, которые туда идут, они этот отбор, эти фильтры определенные, они их проходят, эти шлюзы. И отбираются лучшие из лучших, там, способные к тем или иным действиям. Поэтому тот, кто обладает, например, соответствующей внешностью, да, он там становится или там голосом, ну, в том числе, он становится гипнотерапевтом, так сказать, вот так врать интересней. Вот. Кто обладает более мягкими какими-то манерами и более мягким голосом, тот, так сказать, попадает вот в какую-то тему семейную или, например, детскую и так далее. То есть там тоже идет определенного рода отсев. Александр Михайлович, вы сказали такую фразу, что, ну, они же как бы вот общими словами, собственно, отделываются во всех этих разговорах, и человеку кажется, что это как раз про него. Ну, а как-то, люди же не приходят, не говорят, а что там с паспортными данными-то вот у этого человека там? Вот кто вот этот негодяй, который там, я не знаю, там, мужа-жену увел? Ну-ка, паспортные данные. Это уже к оперативникам. Давайте подключим к нашему разговору бывшего оперативного сотрудника РОП МВД России по Москве, Михаила Игнатова. Михаил Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Вячеславович, у вас в практике были такие случаи, когда вот задерживали, арестовывали, заводили дело в отношении людей, которые вот такими практиками занимались и лишали людей, так скажем, крупных сумм? Ну, вот как эта история с москвичкой, которая отдала 67 миллионов ясновидящей? Ну, конечно, были в 90-х годах, таких много было вообще, да, прям как грибы росли все эти ясновидящие, все эти полдуны, все вот эти вот. Знахари и так далее. У нас вот очень хорошо помню случай, когда люди, ну, человек у нас был, заявитель обратился в такую вот контору, там где их заявители, которые ему сначала сказали, что у него все плохо. Ну, по-цыгански примерно. Как цыгане говорили, у вас порча лежит на семье, надо срочно ее снять, поэтому отдай все деньги, которые есть. Вот здесь примерно та же самая схема. Только это не цыгане, это нормальные люди в нормальном офисе, они даже в центре Москвы сидели. Помню, на улице Старая Арба, да, у них там такой хороший, там заходишь к ним, у них там все так, свечки везде, там все так, это, везде какие-то эти... А он, тараш. Эти самые колокола, там маятники и другие там всякие специальные элементы, чтобы человека сразу ввести в ступор. А потом ему сказали, говорили, что вот так и так у вас вот проблема в том-то, в том-то, вам надо ее убрать, проблему, но это стоит больших денег. И люди шли, несли деньги, вот, потом несли еще, потом некоторые даже, тогда уже была приватизация, прошла, квартиры были, один человек даже квартиру продал. Михаил Вячеславович, ага. Да, чтобы все это, потерпевших тогда было много, наверное, я не помню, человек, наверное, 20 примерно, вот так собралось их тогда. А, вот так. И там делалось серьезно уголовное возбуждение по данным гражданам, все были практически задержаны, и все оказались, кто кем, кто там, какой-то бывший слесарь завода. Вот, одна женщина, женщина была, работала официанткой, помню, она всю жизнь официанткой в ресторане работала, потом стала вот друг колдунией такой. Они в самодеятельности не подрабатывали, там, не знаю, не учились, не участвовали никогда все эти люди, вы не смотрели у них там по личному делу? Откуда такие артистические способности? Нет, вот, насчет самодеятельности не говорили, но они были очень, очень хорошо умели разговаривать, они были такие, знаете, кто-то их, может быть, от природы это дано, может, как-то, они убеждали, убеждали очень красиво. Хорошая советская школа, литература и русский язык у учителя были хорошие. Вот, а также такие же были, особенно, когда работали по похищению человека, вдруг нам потерпевшие, ну, заявители, среди ночи, там, могли позвонить, там, рано утром. Вот так и так у нас срочно есть информация, где находится наш родственник. Откуда информация, приезжайте, приезжают, прямо вот такими глазами выпученные. Мы знаем, вот в такой-то деревне, там, в таком-то сарае, откуда у вас такая информация. Мы работаем, там, по своим линиям, там, по своим планам. У нас свои есть версии. А откуда у вас? А я был сейчас вот у ясновидящего, ясновидящий, там, что-то воду посмотрел, там, стал, покрутил и показал, что вот мой, там, сын или муж, там, находится там-то там. Срочно берите туда СОБР, выезжайте и освобождайте моего родственника. Ну, конечно, на этом мы... Но, один раз даже съездили, проверили, вместе с этим человеком показали, ну, вот, посмотрите, сколько вы отдали денег за это, много. Ну, вот, зайдите в этот сарай, посмотрите, убедитесь, там, кроме тараканов и мышей, там, ничего больше нет. Михаил Вячеславович, вы знаете, у меня вопрос, а вот, собственно говоря, как это, в принципе, на практике выглядит? Вот, если речь идет о том, что мошенники не отобрали, не выхватили, допустим, сумку с большой крупной суммой на улице у человека, а человек сам отдал деньги мошенникам, да, то есть, ну, ключевое слово-то сам. Какие основания у правоохранительных органов в этом случае, чтобы, там, не знаю, подключиться к делу, к расследованию начать, возбудить уголовное дело? Ведь он сам. Давайте все принимаем. Что такое мошенничество, понимаете, это не надо воровать здесь, не надо похищать имущество, не надо, там, с пистолетом заходить угрожать. Здесь называется злоупотребление путем доверия. То есть, со стороны людей, со стороны граждан, этим людям, вот этим магам, было полное доверие. И эти вот маги, так называемые маги в кавычках, они злоупотребили этим довериям, и они завладели денежными средствами в особо крупных размерах, завладевали этих людей. Но за это они не предоставляли им ничего. То, что они обещали, это все, это все было, знаете, как большая красивая афера, вот такой вот, Астан Бендер, конечно, он отдыхает даже здесь. Михаил Вячеславович, вы знаете, все мифические, были мифические, их какие-то предположения, мифические, их досужие там мнения, понимаете, которые ничего общего не имели в субъективной реальности. Михаил Вячеславович, ну тут, знаете, депутаты наши время от времени, ну разные люди предлагают, выступают с инициативой запретить деятельность, такой правовой завес поставить. А я вот захожу, например, в поисковик один, да, вот покажите, пожалуйста, мой компьютер, и забиваю в поисковой строке услуги мага. И посмотрите, что открывается на моей странице. Тут этих магов, ясновидящих, потомственные, непотомственные, еще какие-то там, я не знаю, понадобится мне там какой-нибудь астролог или кто-то еще, у меня их тоже будет тьма тьмущая, понимаете. Что с этим делать? Запрещать, не запрещать? О, помощь ведьмы, личный прием, привороты, порчи, защиты. Ох. Как не согласиться. Я вам скажу так. Запрещать, запрещать бесполезно. Это не нужно запрещать, потому что, наоборот, это вызовет еще больше интерес к ним. Они уйдут в подполье. Они ценник поднимут, так. И еще больше людей к ним пойдет. А здесь надо проще делать, здесь надо разъяснять, вести разъяснить эту работу, что это все пустые, выброшенные деньги на ветер. Что здесь вы попадете в руки аферистов, мошенников и шарлатанов, которые вас обманут, вас оставят ни с чем, и вы останетесь, как говорится, у разбитого корыта. И как только перестанут к ним люди обращаться, и все вот эти объявления из интернета пропадут, поверьте мне, потому что они будут абсолютно без проблем. Спасибо. Спасибо. Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по Москве, был у нас на связи. Александр Михайлович, возвращаясь к вам, вот заглядываю на то, как идет наше голосование. Ну, вы знаете, на самом деле, треть-то такая добрая, хорошая треть, насколько я вижу, обращались. А вот сказал наш собеседник, что нужно людям разъяснять. Так все-таки давайте разъясним. Механизмы, которые на людей воздействуют, мы указали на них. А что делать человеку? А как разъяснить? Вот простой пример. Родственник заболел в какой-то семье. Чем занимается семья? Она бежит к врачам. Что делают врачи? 30 секунд. Да, врачи говорят, это будет стоить больших денег при нулевых обещаниях. Это реквием по образованию, по медицине, по правоохранительным всем системам. Собственно, это и является собой вот такую вот благодатную почву для развития подобных механизмов. Я не знаю, как насчет разъяснений, но если каждый на своем рабочем месте будет профессиональным, грамотным, включенным, и у людей появится результат, то тогда, конечно, никто никуда не побежит. Просто запомнить, что как на красный свет нельзя переходить, так и не обращайтесь к вот этим всем странным людям. Спасибо большое. Александр Михайлович Федорович, психотерапевт, был у нас в студии прямого эфира. Переводчики жестового языка сегодня Маргарита Старцева и Мария Зизина. Меня, уважаемые друзья, зовут Оксана Галькевич. Всего доброго, до свидания, оставайтесь на ОТР.